У меня для вас сегодня будут очень нехорошие новости. Знаете, в чем они будут заключаться? Заключаться они будут в том, что вы, а точнее некоторые из вас, не так давно взяли и абсолютно наглым образом разочаровали мистера Джоша. Знаете, что больше всего на свете любит мистер Джош? Мистер Джош больше всего на свете любит, когда вы собираете нужное количество лайков под видосами с моими поющими монстрами. Да, мистер Джош? Спасибо, мистер Джош. И да, леди и джентльмены, сегодня мы с вами возвращаемся в моих поющих монстров. И они мне уже принесли целую кучу гемальсиков и звездных очков. Да, сезон племени закончился, и это нам принесло немало валюты. Также в загадке я получил немало монет, которыми мы сегодня воспользуемся. Еще я совсем забыл забрать из магазина из Балалиста, что я сделал, и он мне теперь приносит целую кучу денег, я сразу его прокачал. Также я после него заменил обычного полизатора редким, и решил скрестить раковицу и редкого полизатора. Потому что это мне в теории могло бы дать нового четырехэлементника, и знаете что? Я его получил! Ну, кажется. Ну и почему-то у меня сразу же светится карта. Что происходит? Я только в игру зашел. Куда вы меня хотите отправить? Так, они меня хотят отправить на остров золота. Для чего вы меня отправляете на остров золота? Игра. Что за необычные вещи ты мне предлагаешь сегодня сделать? Какой-то сезон появился. Однодневный. С днем рождения! Опачки! Юбилейный месяц будет доступен 41 день. Что это такое? Чтобы отметить ежегодную веху восстановления контакта между мирами монстров и людей, в сентябре месяце начинается радостное празднование, наполненное долгожданными визитами монстров с ограниченным сроком действия, а также долгожданными специальными предложениями и акциями. Наконец-то! Именно об этом вы мне и писали. На острове золота происходят шумные вечеринки, острые встречи и множество конфетти и вылетов. Игра только что вылетела. Ладно, давайте я просто нажму на помощь. Что-то там подгрузилось. Как? Как? Включаю что-то пробное. Так, и что произойдет? Я надеюсь, мне дадут миллиард. И... Остров просто изменился. Что? Это все? Серьезно, блин? Я ждал большего. Ладно, давайте мы ровно на этом острове покрутим колесо фортуны. Крутим, вертим и хотим получить главный приз. Ну, хотя бы... Что за говно? Себе ставьте 600 какашек. Нет, это мне все не нужно. Я рекламу посмотрю. Я хочу главную награду. Я ее получу вместе с лайками. Что ж, крутим второй раз. Нет, ну сейчас вы обязаны дать мне нормальную награду. Да. Да! Ты... Нет, ну 18 тысяч это лучше, чем 600 еды. Окей, забираю. Больше не буду, так сказать, трындеть. Еще я какое-то задание выполнил. А, я открыл сезонную хижину. Окей, забираем. И давайте-ка мы с вами вернемся к моим монстрам. Все-таки я хотел посмотреть, что я там навыбивал себе. Такого интересного. Но для начала нам нужно собрать все деньги. И смотрите, с двух из балалистов я собираю примерно 200 тысяч. У меня уже есть миллион. А это значит, сегодня мы либо прокачаем какой-то остров, либо откроем новый. Давайте мы еще загадку соберем. Может быть, мне еще 1100 присыпят. Пожалуйста, ну. За красивые глазки. У-у-у-у, неплохо. Сегодня мы также будем тратить бриллианты. К примеру, привет, Оля Кекс. Если что, да, здравствуй, я тебя вижу. И мне нужно обязательно тебя нажать. Еще два часа будет он выводиться. А что так много-то? Ладно, два кристалла мне не жалко потратить. Также я вывел Тирокса. Давайте мы его разместим, а потом сразу же продадим. Правда, это мне дает 0,01% опыта. Я не знаю, зачем я этим занимаюсь. Но он стоит 14 тысяч монет. И опа. А, так я вывел еще одного из балалиста. Ээээ. Ну, с одной стороны, конечно, прикольно, но с другой, черт возьми, серьезно, блин. Ладно, давайте мы кого-нибудь другого попробуем вывести. Совместим раковицу. Ааа. Стоп. Так четырехэлементник, он только один. Я не могу больше никого вывести, кроме из балалиста. Вот оно что. Ну, в принципе, третий мне не помешает. Это еще плюс 100 халявных тысяч. Давайте мы тогда все-таки продолжим совмещать из балалиста и Тирокса. Возможно, сегодня мне повезет. Смотрите. Я зажег все 10 факелов. Они все горят, как мой пердак. Я улучшаю эту хреновину. Вроде как это повышает шанс, но я не уверен. Получаю опыта. Аж 0,1%. Теперь она золотая. И мои шансы на выведение нового, по-моему, в ужас, они тоже золотые сегодня. Совмещаем из балалиста 10 уровня. С Тироксом 10 уровня скрещиваем пальчики и идем в сорокатенечку. Ну, что же за дерьмо такое? Когда мне повезет? Ну, минимум сутки теперь ждать, пока из балалиста выведется. Это на самом деле кошмар. Я не буду тратить 20 гемов, чтобы его вывести. 2 гема, да. 20 нет, спасибо. Давайте мы перейдем на следующий остров, благо у меня еще целая куча места на острове холода. И я этим обязательно воспользуюсь, только сначала соберу свои местные доходы. И я здесь мамонта вывел, я даже его размещать не буду, он там совсем по фигне опыта приносит. Я еще вывел полизатора. Вау, вау, целую минуту он будет выводиться. Факел у меня здесь горит. Может быть мне сюда купить еще 9 факелов? Я не знаю. Я просто хочу вывести здесь 4 элементника. И по идее это тоже у нас... Нет, это будет, кстати говоря, кто-то новый. Мне нужно взять и добавить вот в эту гениальную схему барабамни, если я правильно помню. Камень, мне нужен камень. Стоп, у меня на этом острове нет барабамни? А это как? А это легально вообще? Так, давайте-ка мы зайдем в магазин. И где он? Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько всего мне предлагают. Нет, спасибо, мне нужен барабамень. А где он? Почему его нет на этом острове? Как я должен получать новых персонажей без него? Как мне вывести... Как мне вывести 4 элементника? Что-то я туплю. Вот здесь он должен быть. А его здесь нету, здесь есть 4 других монстра. Окей. Тогда я должен совмещать губку с мамонтом, и мне нужно их прокачать. Но давайте попробуем, мало ли сегодня мне повезет. Откормим их до какого-нибудь приемлемого уровня. Ну, хотя бы до восьмого. Восьмой уровень норм. Правда, на мамонта тратить столько вообще ресурсов, чтобы вывести что-то адекватное. Это на самом деле глупо и тупо. Я, кстати говоря, могу даже до десятых уровней их прокачать. Но, по-моему, выгоднее поставить еще немного факелов. Давайте я лучше факелы куплю. Опять же, в рядок их сейчас поставлю. Я думаю, 5 факелов пока что будет достаточно. Я подожду сейчас 2 секунды, пока мне их зажгут. А я думаю, их обязательно зажгут. Я не успеваю моргать, настолько вы быстро их зажигаете. Я вот думаю, может быть, мне остров воздуха прокачать. Просто новые острова, это, конечно, круто. Но мне нужны новые питомцы, чтобы зарабатывать больше денег. А на этом острове у меня есть, к примеру, лапага. Хотя он у меня есть на другом острове, но все же. Сколько там стоит прокачка? А ну-ка, удивите меня. 400 тысяч, это не так много. Давайте. Ой, 18 часов, я забыл, что это не за секунду происходит. У меня осталось 700 тысяч, что не очень много. Давайте мы перейдем на остров воды. Здесь у меня еще есть хотя бы немножечко места. Возможно, я остров воды смогу прокачать. А, миллион уже. Вот здесь уже не могу. Уже как бы нужно немножечко взять и собраться, и вывести губку. Так, в смысле места не хватает? Хватает. Мозгов и не хватает, блин. У чувака, там же написано 9. Занятые места 9. 9. Тут есть свободное место. Че такое-то? Получается, губка занимает более чем одно место. Окей, я не такой тупой, я понимаю. В таком случае перейдем на остров земли. Видимо, здесь я тоже никого не смогу поставить. Здесь прокачка острова стоит 750 тысяч. И вот это я бы мог. А сили чист в теории. Я скорее даже вот эту штуку прокачаю. Только мне для этого нужно еще где-то деньги взять. Кстати говоря, я знаю, где мы можем взять денег. В этом нам помог Дод Ик. Да, потрясающий ник у тебя. Он сказал, что дипстеров можно продавать. За одного дают 7,5 тысяч монет. В промышленном масштабе это, конечно, невыгодно. Хотя... У меня мотиву 2000 ключей. Я могу себе позволить все что угодно. Но все-таки немножко дипстеров я хочу себе купить и попродавать их, чтобы прокачать острова. Мне нужно не так много дипстеров, меньше 10 штук. Я думаю, вполне себе можно. Если игра еще лагать не будет, вы видите, она выдает у меня один фпс. Перебор, блин, с персонажами в меню. Они просто здесь самые дешевые, насколько я помню, всего по одному ключику. Правда, покупать я их буду 10 лет, потому что игра очень лагает. Почему нет кнопки купить сразу 10? Вот почему здесь нет кнопки купить еще одного? Или есть такая кнопка, да? Стоп, подождите-ка. Да, я в курсе. Да, дипстер это. Для начала я хочу проверить, правда ли они настолько дорогие? Да, продается за 7500. Матерь божья, как круто. Но денег они приносят не очень много, всего 1000. Но это на первом уровне. Мы можем, конечно, попробовать прокачать его до второго. Уже 2000. То есть на уровне 5-8 он будет приносить 1006-10. Что с одной стороны прикольно, а с другой не так уж и много. Выгоднее его, конечно, будет продать. Правда, для начала мне нужно их закупить побольше. Это займет у меня ближайшие часов 8. Почему нет специальной кнопки для дипстеров? Где эта кнопка? Что происходит, блин? Может, они третьего какого-нибудь уровня? Нет, второго они уровня. Они одноэлементные. Вот они они. Поехали дальше. Так, ну что ж, я купил 5 штучек. По идее, нам этого должно хватить. И мне, кстати говоря, очень нравится, как звучит мой остров с дипстерами. Послушайте. Прям мега кайфец. С ними гораздо круче. Я, наверное, потом их как-нибудь размещу. Просто для мелодии, когда у меня будет много места. Лишнего, так сказать. Пока лишнего места не особо. Есть у меня. И давайте я их всех продам. Правда, музыка будет же не такая приятная, но мне чертовски это нравится. Итак, поехали. Продаем второго. Сразу же продаем третьего. Блин, мы продаем существа. Это звучит просто ужасно. И осталось парочку продать. И мы с вами сможем остров прокачать. Либо мне не хватит прям совсем немного монеточек. Нет, по идее... Все, мне хватает. Фух. Я еще умею считать. Меня это радует. Теперь мы с вами отправляемся на огненный остров, чтобы его прокачать. Так, огненный убежище. Не, по-моему, остров земли мне нужно прокачать. Так, заходим сюда. И... Наконец-таки. Минус 750 тысяч. Через сколько? Че, блин? А че они? Десять столетий? Почти полтора дня он будет прокачиваться. Ой, это просто кошмар мне. Стоит заниматься этим внезаписи, но вам же будет скучно. Что действительно весело, так это собирать кристаллы, а потом увольнять людей своего племени. И именно этим я сейчас и займусь, а потом мы с вами перейдем к масштабным сражениям. Так, у меня есть 400 кристаллов, мне нужно прокачать своего монстра. Я, кстати говоря, ни первого, ни второго уровня. Я вполне себе имею право называться главой. У меня аж 12, 13, 14 уровень. Следующая кормежка у меня бы стоила по 600 тысяч, так что я не зря себе сделал ту небольшую фермочку. И смотрите-ка, мы себе апнули племя 650 уровня. По идее, у нас есть еще 4 дня, но этого не очень-то много для того, чтобы нафармить оставшиеся практически тысячи уровней. Давайте-ка мы поисключаем самых слабеньких игроков. Я вижу здесь Бебру. Бебра у нас совсем не прокачивается. Бебра, извини, мы тебя выгоняем. Мне нужно еще найти малышей всяких. Ты какого? Седьмого уровня? Извини, ты отправляешься прямиком на покой. 18 уровень, ну пусть находится. Ой, а это что за малыш первого уровня? Элиза, Элиза. Нет-нет-нет-нет-нет, так не пойдет. Девятый уровень, ну тоже не знаю, Фикси Фокс. Извини, но давайте будем оставлять хотя бы людей с 10 уровнем для начала. Вот тут есть 29, 55. Блин, меня вот эти вот ребята радуют. Билли мой, Билли, 69 уровень. Мне кажется, он специально теперь не будет дальше прокачиваться. Ему сама цифра нравится, это все-таки Билли. Так, кто еще есть? Парень 43 уровня. Ну я, я, смотрите, я выше 10, себя я выгонять не буду. Все остальные ребятки у нас вроде тоже выше 10 уровня. Если я не ошибаюсь, давайте я перепроверю. Итак, так, 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 а нет, смотрите-ка, есть 6 уровень, 4 уровень и 9. Итак, убираем 6, 9 и 4. Ребят, правило будет простое. Вы должны быть уровнем хотя бы больше меня, иначе это абсурд. Я не то чтобы профессионал, я полнейший нубас, а если вы не можете докачаться до моего уровня, то как бы извините. Давайте мы кого-нибудь возьмем с каким-нибудь интересным монстром. Я не знаю, Фокс Нео, заметь ПЖ. Ну, заметил, ты не просил как бы себя взять в племя, но я заметил. Так, дальше, ну давайте по никам будем сортировать, кто у нас есть такой классный. Есть Влад1000 что-то там, я ему доверяю более чем. Выставляем его здесь. Давайте посмотрим, кого еще я могу взять в свое племя. Блин, 300 страниц, это кошмар какой-то. Так, я вижу здесь какую-то Полину, давайте дадим ей тоже шанс. Возможно, она вполне себе качок. Возьмем Микки, я люблю Клавманова, так что почему бы и нет. Я как-то много людей наисключал, мне нужно теперь девятерых найти, какой ужас. Давайте возьмем Андерроуда, Аквака. Меня тоже возьмем, здесь есть чувак с моим женихом, как это возможно? Окей, у него, кстати говоря, тоже избавали. Стоп, я не могу его поставить. Я сам себе отправил в племя приглашение. Кстати говоря, игра опять зависла. Стоп, я не могу людей нанимать. Так, а ну-ка. Нет, пожалуй... Нет, да что такое? У меня баги в игре, я не могу набирать себе племя опять. Почему это происходит? Причем я перезагружал игру, я ее обновлял, я делаю все, что угодно, но я не могу людей принимать в свой клуб, точнее в свое племя. Почему? Все. Игра сломалась, мы не сможем никогда достичь последнего уровня. Она сломана, блин. Кто-нибудь, напишите разработчикам, пусть пофиксят это. Либо напишите мне, в чем моя ошибка. Вроде все должно быть нормально. И давайте мы с вами перейдем в Колизей Песни. Я здесь немного прокачал своих монстров. Я бы их еще немного прокачал. Но давайте мы с этим разберемся попозже. Нам нужно отправляться прямиком в битву. Давно тебя не было в битве. Итак, миссии. Друзья в резерве. Смотрите-ка, здесь нужно два монстра. Я уже их выбрал. Причем они оба двухэлементные у меня, я правильно понимаю? Да. Давайте мы попробуем подраться. В принципе, у меня пингвин девятого уровня. Он должен по щелчку пальцев всех выносить. Я думаю, мы с вами победим. О, морозный укус. Так. Ну, звук, конечно, у пингвина прям такой себе, если честно. Он с одного удара его отправил упрямиком в ад. Или мне показалось? Нет, по-моему, не отправил. Так, ну давайте всех кусать. Смотрите-ка, я идеально выбрал пингвина под это дело. Так, отправляйся дальше. Они, кстати говоря, немало урона мне снесли. Я чувствую, что я здесь даже могу слиться. А, нет, не могу. Все, я очень быстро победил. Давайте мы перейдем на следующий этап, чтобы я раздуплился окончательно. А то я уже забыл, что такое опасные жестокие битвы. Смотрите-ка, здесь мамунт шестого уровня и усталость. Блин, вот с мамунтом будет тяжело, потому что он у нас тоже самую малость мощнецкий. Ну давайте я попробую морозный укус на нем сделать. Посмотрим, сколько это нанесет ему урона. Ого-го! А он мне сколько нанесет? Ну, вроде немного должен. Ах, совсем пофигней. Ну еще раз его укусим и все. Кстати говоря, там у второго розового челика классные наушники. Мне нравятся, надеюсь, мне их отдадут. Ой-ой-ой-ой, какой опасный, а? Давайте-ка я тебе. Отщетинившийся клюв? Чего, блин? Что я вообще сделал такое? Я, по-моему, наблевал на него. Какого черта? Я наблевал кринжом. Что это? Ощетинившийся клюв? Что это вообще нахрен значит, а? Я вот это вот ваши приколдессы не понимаю. Так или иначе, я, конечно же, всех победю сегодня. Никаких проблем у меня с этим нет. Я думаю, сейчас на этом ходу я уже отправлю его прямиком в долгожданный сон. Нет? Он меня отправит в сон? Или он мне тоже оставит минимум хп? Он мне тоже оставил минимум хп? Ну, смотрите-ка, пингвина я не зря прокачал. Он прям тащит с большой буквы Т. Замечательно. Победили. Второй этап. Остался последний этап, и мне дадут какую-то интересную награду. Итак, кто у нас будет на последнем этапе? Пф, вы серьезно? Хотя легашка там мощная такая, я чувствую, она может мне так вдарить нормально. Так или иначе, у нас есть пингвин девятого уровня. Он затащит своим музыкальным ощетинившимся клювом, или чем там, я не понимаю. Ну да, нормально. Хотя он сейчас тоже мне может нормально урона нанести. Нет, не может. А че это ты такой слабенький? Иди отдыхай, что с лицом, парень? Что такое? Куда ты вообще вылупился-то? Все, с двух ударов, вообще ни о чем. А вот легашка это опасный соперник, я боюсь, что она может меня отправить в аут. У нее и музыка поприятнее. Так или иначе, у меня есть морозный укус, который сейчас ее так сильно заденет, что она практически с одного хода отправится спать. Да, мисс легашка. Давайте я все-таки отправлю ее спать на втором ходу, если у меня будет крит. А он у меня, конечно же, будет. Все, изи-пизи, три этапа мы с вами прошли. У меня разблокированы железные когти, чтобы легашка была максимально мощной. И на четвертом уровне колизе разблокировался какой-то всратый костюм и тумпа вселенная. Это, видимо, какая-то песня. Окей, переходим к следующему этапу. Я не знаю, смогу ли я с ним справиться, по идее, должен. Но если там будут трехэлементники, то, скорее всего, нет. А здесь не будет трехэлементников. Ну, давайте, что, не хватает? Нужна команда из трех монстров? Так вообще, изи-пизи. Так, стоп, а у меня больше я никого и не могу. Мне нужен еще один двухэлементник здесь. А у меня таких здесь нет. Давайте посмотрим, кого из этих двухэлементников я бы мог чисто теоретически отправить прямиком туда. Или купить. Может, я в магазине просто двухэлементника куплю. Может, они недорогие. Давай проверим. Итак, двухэлементники. Ой-ой-ой, да нет, что-то какие-то они как будто бы дорогие. Ладно, давайте отправим вот этого чучела. Оно мне приносит не так много денег. Его, собственно говоря, не жалко. Хотя, возможно, он мне потребуется попозже для скрещивания. Но если что, я заново его выведу. Пока что мы его немножечко откормили и телепортируем прямиком в Колизей Ужаса. Здесь он будет выводиться в 8 часов. Я пока что могу прокачать своего усталоса. Благо, денег у меня хватает хотя бы на него. Ну и самое время переходить к вашим комментариям. Во-первых, Хурман мне сказал не делать ферму зинтов. Сейчас это невыгодно. Это второй его совет. Но знаете, что странно? Вот два комментария, которые шли вот прям друг за другом. И они мне описывают, как сделать ферму зинтов. И в принципе, большинство комментариев мне говорит делать эту ферму. Давайте как кто-нибудь умный прокалькулирует все это дело и напишет мне развернутый ответ. Стоит ли мне делать эту ферму или же не стоит. Потому что это очень важно. На нее идет куча ресурсов и куча времени. Вот, к примеру, еще один комментарий от Ван Тон. Первым советом рекомендует купить много зинтов. Также он говорит, что выгоднее покупать больше островов. Но с этим я не очень согласен, потому что на старых островах мы можем более прокаченных монстров выставлять. А более прокаченные монстры дают больше кэша. Также Хурман мне рекомендовал купить зеркальный остров растений и разместить там кучу из балалистов. Это принесет дофига деньжат. Я вообще не выкупаю чё за зеркальные острова, но я давно заприметил эту кнопку. Давайте-ка мы перейдем сюда и, так сказать, лососнем тунца. Потому что мне нужен 20 уровень. А, поехали, покупаем. Нужен уровень 20. Да мне до 20 уровня еще копать и копать. Выбивать и выбивать. Собирать лайки и собирать. Я, кстати говоря, совсем забыл про рудники. Давайте-ка мы их поставим на новых островах. Вот он у нас рудник. Ставим его здесь. Надо не забывать их ставить. Если я буду забывать, пишите мне, пожалуйста, в комменты, потому что я не очень умный. Ну и еще один рудник я поставлю прямиком вот здесь. Замечательно. Я потратил 20 гемов. Я пойду и потрачу, в принципе, еще гемов на одну раскруточку. Это будет идеальное завершение. Если вы прямо сейчас поставите лайк под этим роликом, то мы выбьем главный приз. Не правда ли, Джорджи? Так, давай. Давай. Давай, главный приз мне выдавай! Ну, что это за позор? Мы в ноль отыграли. Ставьте лайки. Я напоминаю, вам нужно 5000 лайков и следующая серия сразу же отправится в работу. Также не забывайте подписываться на канал и не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.